Домыслы и догадки В манге неоднократно говорится и упоминается о том, что Гатс со временем станет монстром как в переносном, так и в буквальном смысле, хотя смотря на его ожесточенные битвы он уже где-то на запредельном свете. На протяжении всего повествования Гатс эволюционирует и как персонаж, и как боевая единица, постепенно прокачиваясь по ходу сюжета, так как это обусловлено ситуациями, в которые попадает наш герой, и скиллами противников, которые с каждым разом все сильнее и сильнее, а им надо соответствовать, дабы не проиграть. Упоминается и о том, что Зверь Тьмы рано или поздно захватит его разум и тело, но об этом я говорил в прошлом ролике, ссылка на который в описании. Гатсу дважды предлагалось использовать Бехелит, чтобы стать апостолом, но об этом чуть позже. После того, как он приобрел броню Берсерка, он рискует стать тем, кем является Рыцарь Череп, сущностью не похожей ни на человека, ни на что-либо. Хотя возможно и то, что он превращается во что-то другое, и не обязательно, что это будет монстр в привычном всем понимании. Но тогда что или кто это будет? Если изначально я предполагал, что Гатс и Гриффит сразятся в тех обличиях, что они имеют сейчас, Гатс в доспехе Берсерка, Гриффит в обличии Фемта, то на данный момент моя точка зрения изменилась в пользу Гигантомахии, которая так популярна в Японии. Я клоню к тому, что Гатс возможно к концу манги апнется так, что станет гигантом, но о Гриффит, думаю, и так может принимать подобную форму. По крайней мере, такой исход возможен, если припомнить то, что Кентаро Миура в 2013 выпустил однотомную мангу под названием Гигантомахия, что дословно можно перевести как Битва Гигантов. Данное название, как в Литое, подходит Гатсу и Гриффиту, и той битве, что предвещает нам концовка. Но как Гатс сможет стать существом или сущностью, сравнимой с Фемта? Первонаперво это Бихелит, который Гатс носит с собой после битвы с апостолом Графом. Слан уже намекала на использование Бихелита в Клипоте, когда мучила Гатса. Но тут встает вопрос, как именно он сможет им воспользоваться, когда Бихелит может иметь только одного хозяина. А им уже, как известно, был Граф. Да и возможно ли жертвовать кем-то, если ты уже сам являешься жертвой, и у тебя есть клеймо. Так что с Бихелитом непонятки. Но не стоит недооценивать возможности этого яйца, которое должно сыграть свою роль. Второй расклад гласит о том, что Гатс умрет, как человек, но в скором времени сможет переродиться. Существо настолько мощное, что сможет противостоять руке бога и Фемта. Гатс уже долгое время носит клеймо жертвы. По сути, он обитает на границе двух миров. Он множество раз сражался с австральными существами, апостолами, троллями и всевозможными монстрами. Шуерки говорила Гатсу, что смерть для тех, кто живет в обоих мирах, различна. Что это появление в новом великом существовании. Она говорила о магах. Но благодаря клейму Гатс также живет в обоих мирах. Поэтому это относится и к нему. Ведь он просто пропитан кровью и аурой астральных существ. Про звери тьмы я говорил в предыдущем видео, с которым я советую ознакомиться. Ну а у меня на сегодня все. Пишите свои предположения и догадки. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр. Всем удачи и пока.